Девочки, всем привет! Сегодня я к вам с новым видео. В сегодняшнем видео мы с вами будем выполнять вот такой вечерний драматический макияж. Также сегодня синий линз, потому что вы часто просите макияж с другим цветом глаз. Вот он, макияж с синим цветом глаз. И сегодня мы будем использовать палетку от производителя Colourpop, которая называется Z-Stomp. Я вам уже очень давно обещала макияж с этой палеткой и обещала темно-зеленый оттенок, как раз таки, который сегодня мы с вами и использовали. Поэтому, если вам интересно, естественно, оставайтесь. Ну, а если вы впервые попали на мой канал, еще раз здравствуйте. Меня зовут Анастасия. Мы встречаемся три раза в неделю, говорим про косметику, делаем макияж, обсуждаем покупки. Поэтому, если это то, что может вас заинтересовать, то присоединяйтесь, подписывайтесь. Ну, а мы, как всегда, без толких разговоров, начинаем. Поехали! Итак, девочки, давайте начинать. Сегодня будет макияж с палеткой от Colourpop Z-Stomp, как я вам обещала. И также сегодня я делаю свои синие линзы, потому что часто вы меня просите сделать макияж на другом цвете глаз. Но так как я не делаю макияж на клиентах, то буду использовать свои линзы. И сегодня будет макияж как раз таки с синими глазами. Палетка, про которую я вам говорила, Z-Stomp от производителя Colourpop. И давайте начинаем с нейтрального оттенка под названием Pebble Beach. Он самый, даже не нейтральный, самый тепленький из этой холодной палетки. Набираю его на пушистую кисть от производителя Focalure. Остатки стряхиваем. На веках у меня, как всегда, нанесен консилер в качестве праймера. Консилер от Belor Design Soft Focus. И я припудрила его немножко пудрой, также от Belor Design рисовой, чтобы он не слишком раскатывался. И давайте наносить наш первый оттенок. Я заношу его в складку. Я набрала много. Вы видели, что я не жалела оттенка, потому что мне хочется, чтобы он был заметен, чтобы он был достаточно ярко выражен. Поэтому набрала побольше и сейчас буду подтушевывать. Концентрирую его в складке. И далее очищаю свою кисть в очистителе для кистей. Чтобы подтушевывать уже остатками того, что на ней есть, чуть выше. И тем самым границы будут получаться более мягкие. Так, смотрите, мне так нравится, как смотрится этот оттенок на контрасте с синими линзами. Если делать повседневный макияж, то можно только его использовать. И вот просто получается какая-то конфета. Дальше, девочки, мне понадобится плоская кисть. У меня это кисть от производителя Vitex. И самый темный оттенок из палетки под названием Bad Rock. Буду набирать его на плоскую кисть. Сразу перехожу к самому темному. Остатки также стряхнула. И этот оттенок я заношу уже в уголочек. Он настолько пигментированный, настолько прям мощный, красивый, холодный коричневый оттенок. Наверное, самый любимый коричневый, который есть в моей коллекции. Очень классный здесь подтон. Очень сам по себе он темный, насыщенный, пигментированный. Не плешиво, ровненько ложится прям с одного раза. Причем, что я очень хорошо остатки убрала. В общем, все мне в нем нравится. И я заношу, как я сказала, его в самый уголок. Так. А дальше я очищаю эту же кисть в своем вот таком вот очистителе для кистей. Ссылку на него оставлю внизу в описании. И этой же кистью я начну его немножко растушевывать. Но дальше мы будем возвращаться к предыдущему оттенку. И также я серый оттенок из палетки использовала, потому что слишком большой контраст между светлым вот этим переходным и тем, что мы занесли в уголок. Поэтому придется использовать еще один оттенок. Но он будет менее заметен. Так как, повторюсь, все-таки я его использовала просто для того, чтобы лучше растушевать вот этот коричневый. А не для того, чтобы какой-то изюм в макияж внести. Поэтому как-то так. Так, оттягиваю пока наш темно-коричневый оттенок вверх. Так, возвращаюсь к предыдущей кисти. Ничего на нее не набираю, просто потушую. Пока все как есть. У меня так странно лежат линзы. Я не могу их ровно одеть. Я вообще линзы никогда не ношу. И смотрите, у меня получается, где черная часть глаза, она практически незаметна. А где зеленая, туда линза ложится. И никак это не хочется справляться. Но, как говорится, это все ради искусства. Ради того, чтобы носить на повседневной основе. Так, сейчас я вернусь все-таки к предыдущему оттенку. Наберу его на эту же кисть. И чуть-чуть лучше пройдусь вот здесь в границ. Наслою его сверху нашего самого темного. И легко, легким такими движениями просто оттушую вверх и оттушую немножко вбок. И теперь, как я вам сказала, мне также понадобится немножко второго, самого темного оттенка из палетки. Вот этого серенького. Наберу его на кисть карандаш. И этот оттенок уже занесу между нашими двумя таким сэндвичем. Для того, чтобы менее заметные были границы. И дальше на меньшую кисть. На кисть такой маленький пушистый бочонок от Vitex я буду набирать наш самый первый оттенок. И еще раз все подтушевывать. Дабы потом к этому моменту не возвращаться. У меня от жары настолько сухая кожа и на веках, и на лице, что она прямо чешется. Так всегда происходит, когда слишком жарко, когда за 30 градусов переваливает. У нас уже неделю такая погода, поэтому просто моя кожа просто страдает. Я страдаю вместе с ней, особенно по ночам, когда просыпаешься и все чешется. Это ужасно. Так, возвращаюсь к большой пушистой кисти, самой первой. На ней ничего нет, точнее, возможно, там есть какие-то остатки, но ничего дополнительного я не набираю. И еще раз все лучше подтушую. Пройдусь сверху всех оттенков, которые у нас в складке. И дальше я буду брать базу для блесток от производителя NYX, но блестки я использовать не буду. База мне понадобится только для того, чтобы, во-первых, ничего не осыпался, во-вторых, чтобы ярче и более металлический лег следующий наш оттенок, следующий оттенок, который мы будем использовать. Базу нужно совсем чуть-чуть, и я буду наносить вот на эту часть века, не затронутую тенями. Достаточно хаотично я ее распределяю. И вы видите даже, потому как ходит мой пальчик по веку, такая липкость дополнительная появляется, и это как раз-таки то, что мне и нужно. И следующий оттенок, который я буду набирать, оттенок по названию Construction, тот оттенок, из-за которого и затеялся сегодняшний макияж. Я вам в видео «Косметичка месяцев» говорила, что ни разу не делала макияж с этим оттенком, и он настолько красивый, здесь зеленоватый подтон. Что всего это как раз-таки затеялось из-за этого красивущего оттенка. Набираю на плоскую кисть и переношу на века. Кисть у меня ничем не смочена. Базы от NYX достаточно хватает для того, чтобы по максимуму просто пигмент этот оттенок отдавал, плюс шиммерные. Вот эти частички, вот этот легкий шиммер, легкие блестки, они никуда не слетают благодаря базе, они остаются на месте. И насколько красиво в переходе все это смотрится, то есть чуть-чуть нужно будет доработать, но прям по минимуму. Так, и дальше очищаю свою пушистую кисть, гидпочонок от Vitex и подтушу немножко этот оттенок. Вот здесь. Угранить. Так, готово. И дальше давайте переходить к нижнему веку, на нижний век. Для начала я буду набирать наш самый темный оттенок на всю ту же кисть от Vitex и соединять его в уголке и притягивать где-то до середины века. Так, и дальше у меня здесь есть остатки базы от Vitex. На руке я их нанесу на нижнее веко, на вот эту внутреннюю часть нижнего века. И далее наш зелененький оттенок на всю ту же кисть. И я его буду максимально близко к линии роста ресницы наносить. Так, девочки, готово. У меня есть аспание. Аспание нужно будет убрать. Единственное, что нам осталось добавить, это карандашно-слизистую и светлый оттенок в уголок. Давайте начнем с уголочка. В уголочек я добавляла вот этот оттенок. Под названием, как ты называешься, Slated. Это формула Super Shock у Colourpop. Поэтому лучше всего она будет переноситься с пальчика. Поэтому на пальчик я его набираю и с пальчика будем переносить. Так, готово. И сейчас я нанесу также черный карандаш на слизистую, черный карандаш от производителя Belor Design. Следующим образом он выглядит. Так, буду заносить на слизистую. Сейчас я прикреплю несколько пучков, также нанесу немножко туши и вернусь к вам, чтобы показать окончательный результат. Я закончила с глазами, также прикрепила несколько пучков. Я оставлю ссылку на пучки внизу. И это то, что у нас с вами сегодня получилось. Вот такой прям секси макияж. Очень темный, очень драматический, очень яркий, выразительный. Но мне нравятся все оттенки. Я без ума просто от этой палетки. Еще одна классная палетка от производителя Colourpop. Поэтому да, мне макияж сегодняшний понравился. Естественно, я жду все ваши комментарии внизу. Мне будет очень интересно почитать ваше мнение. Также у меня есть линзы еще и зеленого и серого цвета. Если хотите больше макияжа именно с цветными линзами, с чем-то другим в плане оттенка глаз, то, естественно, дайте мне знать внизу. Мне также будет интересно узнать, что вы думаете по этому поводу. Но на этом я с вами буду прощаться. Огромное спасибо за просмотр. И всем пока. До новых встреч. До новых встреч.